Беларусь шатыры Гомель год у эфиры. Асветковать гэтую падею вырышли у лепших традициях телебачення. Перед камерами, у студии популярной передачи «Добрый вечер, Гомель». Каким был этот год для нас, для всех? Чем он запомнился журналистам, режиссёрам, корреспондентам и, конечно же, вам? Увесь год телеканал расповядал про тое, что цикавит же хороур еёна. Без уваги корреспондентов не засталася ни однозначная падея. Своей творчостью с глядачами делились аведомые артысты, музыканты, мастаки. Выразный малюнок и якостный контент телеканала на протягу года дарили яркие уражения и дозволили завоевать признание аудитории. Год у эфиры достатковый термин, кав азернуться назад и пронализовать пройденный шлях, яким отрымався 4-й беларуский канал, ци апрауда в чаканне первый год вещания. Каб вспомнить важные падеи первого сезона, у вечерней студии сбяруться журналисты, ведущие, керовники Головного регионального телеканала. Всё организовывали мы в сжатые сроки. Под цифрой 4 была объединена единая региональная платформа для всех областных телерадиокомпаний. Вядучшие и гости программы не только узгадают историю створения канала, а ле и покажут лепшие моменты любимых передач. Глядачи смогут окунуться в атмосферу сучасного телебачення и доведаться, як створают мясцовые новины. Вядомые журналисты поделятся своими профессийными сокрытами. К нашей работе очень хорошо подходят фразы Альюса Кэрролла. Чтобы оставаться на месте, нужно бежать. А чтобы куда-нибудь попасть, нужно бежать как минимум в два раза быстрее. Люстуды и программы «Добрый вещь» разберутся у всей ведучая проекта. У широй размове глядачам прооткрыют навод особистые таемницы. Это если коротко ответить на ваш вопрос. Нечаканные признания, яркие гости, веншавания, подарунки и неполторные эмоции у лепших традициях сучасного телеканала «Беларусь. Шатыр» и «Гомель». Сергей Красноборот в нашей студии. Милости просим. У гэтую неделю святочный выпуск «Добрый вечер. Гомель» начнется ранее звычайного, а 19-й године. Не пропустите, гэта будет цикава. Наталья Волынец, Сергей Лукашук, Дмитрий Радянко. Телерадоя компания «Гомель».